Светлана, расскажи, пожалуйста, о материнстве. Обязательно ли женщине реализовать именно этот свой дар, вот в таком ключе раскрыть свое предназначение? Ведь ее тело, можно сказать, специально приспособлено для того, чтобы вынашивать ребенка. Нет, я так не считаю, не обязательно всем становиться матерями. У каждого есть свои какие-то запросы, свои потребности, свои видения на этот мир. И если в ее картину мира не входит материнство, то зачем это принуждать? Нет, если у нас у всех есть ноги, это не говорит о том, что мы все должны быть бегунами. А что ты думаешь о бесплодии, когда такой диагноз женщина получает? Как вообще на это нужно, можно посмотреть, что с этим делать? Ну, вообще, бесплодие – это такое, мне кажется, настолько относительное диагноз. И здесь вы должны задуматься, а почему бесплодие? Почему у вас эта функция отключена? Зачем это вам? Просто я почему-то говорю, у меня в моей практике было несколько случаев. Женщины с бесплодием более 10 лет, они беременели и рожали, когда они понимали, для чего им это. Но тут может быть еще другой момент, может быть смена партнера. Когда вам кажется, что у вас все замечательно, а по факту это не так. Мы же очень часто себя обманываем. Это тоже играет роль. А зачем может быть женщине дан ребенок? Вот что меняется в ее сознании, что в одном случае ее тело не хочет воспроизводить копию себя, клетки не хотят, а в другом некоторые изменения в сознании влияют таким образом, что женщина рожает ребенка. Ну, это, наверное, так немножечко размытое, если я скажу, что это донос выше. Но если вы увидите это с другого плана, с другой плотности, вы поймете, что каждый человек здесь играет определенную роль, проходит свой определенный путь. И этот путь должен либо продолжить следующий ты, либо тебя должно не быть в этом звене. И твой ребенок делает определенные вещи, те, которые ты по своим вибрациям не сможешь сделать, по своему роду. Можно вот так сказать. А каким образом смена партнера может влиять на то, что женщина, ну, кроме физиологичного самого способа, что совместимость некоторая, как это влияет смена партнера на то, что женщина становится способна зачать ребенка? Ну, если мы физиологию отметаем, то здесь просто про честность. Почему они... Вообще, ко мне приходила пара, и они разговаривали о том, что они очень хотят ребенка. Но когда я с ними поговорила по отдельности, вышло совсем не так, как когда они говорили вместе. И это бывает крайне часто. То есть кто-то из партнеров на самом деле не желал получить опыт родительства? Кто-то из партнера, да, ему было это не так важно, так скажем. Не так важно, не так приоритетно, как для другого. И другой, это своей энергией пережимал это желание. И поэтому ничего не получалось. Как в таких случаях нужно взаимодействовать? Приходится выбирать с одной стороны партнера, с другой стороны возможность стать матерью. Как? Если ты будешь честен сам с собой, то ты можешь быть честным и со своим партнером. Если вы будете честны со своим партнером, то вы найдете как минимум компромисс. Что вам нужно сделать, чтобы максимально счастливы были вы оба в этом союзе. А что ты думаешь о такой теме, как суррогатное материнство? Я бы не хотела на эту тему говорить, потому что эта тема не для... Ее нужно будет обрезать. Нас не выпустят с этой темой. Я правильно понимаю, что на личных встречах или на ретрите это можно раскрыть? Да, конечно, это можно раскрыть, это нужно раскрыть. И я об этом рассказываю. Я рассказываю о детях, которые в пробирке, о суррогатном материнстве. Это я все рассказываю и раскрываю, как это идет на вибрации. Еще один вопрос о материнстве. Не знаю, можно ли его будет тоже на ютубе оставить. Усыновление. Усыновленные дети. То есть насколько мы являемся родителями, насколько это все действительно по судьбе. Не является ли это тоже чем-то, что нам не предначертано, но мы как бы берем на себя это. Ну, в общем, как ты на это смотришь? Я смотрю на это великолепно. Если у человека действительно есть к этому желание, если он действительно настолько сильный, настолько мощный, что он может любить ребенка, которым выносила другая мать, потому что это может далеко не каждый. Я просто в восторге от этих людей. Продолжение следует...